Приветствую вас уважаемые друзья и зрители YouTube канала Александр Силахоби. Хочу поделиться с вами одним очень интересным, вкусным и сочным рецептом свиной корейки по-домашнему. Для этого нам понадобится 1,8 кг свиной корейки, 5 чайных ложек горчицы, 75 мл соевого соуса, 4 помидора, 4 луковицы, 4 маринованных огурца и 2 маринованных острых перца. И также понадобится нам картофель, соль по вкусу и приправу я буду использовать молотую смесь перцев. Корейки сделал глубокие надрезы, прям до шкуры. Теперь картофель нарезаем пополам, вот так вот. Беру стеклянное блюдо и выкладываю картофель в него. Посыпаю молотым перцем и выкладываю остальные половинки картофеля. Еще добавлю немного перца и теперь сверху нашу корейку. Нарезаем лук полукольцами. Помидоры нарезаем кольцами. Рогурчики нарезаем меленько. Нарежу огурчик другим ножичком. И нарезаю также перец. И теперь все делаю меленько-меленько. Подготовим наш маринад. Берем горчицу, выливаем в нее соевый соус. И теперь в соус добавляем мелко нарезанный перец и лук. Перец мы решили поделить. Даже не поделить, а использовали только одну четвертую часть, то есть пол перчика, потому что он оказался очень-очень острый. Если что, потом при кусочку кто-нибудь себе добавит. Теперь в наш соус выкладываем наш перец и огурец. Теперь все хорошенько перемешиваем. Выливаем наш соус на нашу корейку. Во все надрезы. Аккуратненько, аккуратненько. Нигде не промазать. Теперь берем наш лук, помидоры. И также вкладываем в каждую прорезь. Вот так у нас сейчас все красиво, аппетитно выглядит. Помидорки и лук, которые не влезли, мы раскладываем по краям. Они тоже пустят сок. Сок пойдет в картошечку. И будет все очень-очень вкусно и аппетитно. И сверху выльем наш оставшийся маринад. Убираем в духовку. Примерно для начала на 45 минут. Температура 180 градусов. А потом уже будем смотреть по готовности. Прошло 45 минут. Сработал будильник. Сейчас посмотрим готовность нашей корейки. Вот так немножко начало прихватываться. Но я думаю, в середине оно еще будет сырым. Поэтому понижу температуру до 180 градусов. И еще минут 30 подержим в духовке. А потом уже будем смотреть на готовность данного блюда. Прошло полчаса. Прошло полчаса. Проверяем готовность нашей корейки. Вставил градусник. 41,7. Ну, я думаю, еще не менее полчаса. А то минуты 40 надо подержать нашу корейку в духовке. Температура 180 градусов. Прошло еще 40 минут. Температура нашего мяса 76 градусов. Я считаю, еще минут 15. Надо мясу дать постоять. И наша корейка будет уже готова. Прошло чуть более двух часов. И наша сочная вкусная свиная корейка полностью готова. Теперь сейчас перекладываю ее в тарелку. И попробуем ее на вкус. И вот, наконец-то, наша корейка по-домашнему готова. Сейчас снимем пробу. Очень горячая. Друзья, запах на кухне стоит. Аппетитного жареного мяса. Очень нежная, мягкая получилась свинина. Посмотрите, как это все выглядит. Рекомендую, друзья, приготовить по этому рецепту. Вы останетесь довольны. А если таким блюдом угостить гостей, 100% они съедят это блюдо первым. На этом, друзья, видео буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале. Субтитры сделал DimaTorzok